17 том книги открытым оком вопрос номер 3115 тема община чего вы желаете тем кто уходит из вашей общины или уезжает из потеряевки отвечает Игнатий Тихонович Лапкин смотря как уезжает или уходит просто переменяет место жительства или выходит замуж такие остаются с нами духом потом приезжают в гости деревню мы молимся друг о друге они получают все наши книги посылают заинтересованных к нам но вот кто уходит с поношением нашего и с восхвалением того куда идут таким мы желаем прозрения обычно такие восхваляют ту местность куда едут что там и природа лучше и люди лучше и духовно расти есть несравненно больше возможностей но это эйфория и самообман всегда без единого исключения заканчивается в течение трех лет чаще чаще же всего в течение одного года эти люди опускают все ниже пытаются что-то делать создать подобие виденного у нас но уже в кратчайшее время они видят что никогда во веки веков им ничего не создать тогда они начинают говорить что и не нужно ничего создавать чистого святого а нужно жить как все и не умничать не быть гордыми мало того эти возривновавшие о высшем хвалят неверующих какие вокруг них что они такие уж и расхорошие что лучше даже верующих а вот тут они беспокаянно и жестоко просчитываются самое ближайшее время они будут сурово наказаны этими самыми расхорошими безбожниками далее идет стремительное обмерщение уклонения в секты никто из ушедших еще открыто не объявил себя безбожником но все жмутся к любому толку течению динаминации абсолютно выжигая бессовест бессовестностью из своих душ даже мысли о возрасте в православии возврате в православие делаются желчно обидчивыми хулителями того что имели соединяются с врагами истины и делаются вдвое хуже их поведение отступников один к одному сходится с поведением бесов падших с небес и ныне хулящих само небо книга пророка оси и 14 глава 10 стих кто мудр чтобы разуметь это кто разумен чтобы познать это ибо правы пути господни и праведники ходят по ним а беззаконные падут на них второе послание петра 2 глава 21-22 стихи лучше бы им не познать пути правды нежели познав возвратиться назад от преданной им святой заповеди но с ними случается поверной пословицы пёс возвращается на свою блевотину и вымытая свинья идет валяться в грязи не верится всем тем кто учит нас родоначальником святых богослужений занес за не написанное в библии дрались не раз и потерпели миллион крушений ни в кондаках ни в ирмосах тягучих ни слова о христовом повелении сидеть и ждать доколе сущий пошлет животворящий дух на тленных с великой силой выйдут христиане с апостольской печатью благовестия по кельям затхлым и шик и в шикарных храмах не засидится ни на час на месте лишь десять дней всего лишь только десять томительных по монастырске скучных закваской воскресенье за месяц рим язычество беременностью спучит под небом разные народы племена ко всем птенцы из горницы сиона веселья и без сладкого вина быть может каялись тогда жидом асоны так почему же проповедь убили не обрели отрубленной главы нет на вершинах гор саронских лилий затворник не рыбак им некого ловить супермонашество молчальников замшелых убила истребила евангельскую веру позабивались по тараканье в щели вина отступников бескрайно и безмерно в посланиях апостола раввина павла восхвалено духовное рождение и благовестия пора давно настала живые к проповеди показали рвение как верить тем кто жил не по писанию и не облегся силой благовестия других держали и не вышли сами засохли со смоковницей вместе 23 апреля 2006 года игнатий лапкин